В городах всех как мой нас разботало, сердце жалится, к дому вернись. Стихами на Занежском наречии открывают отремонтированную библиотеку-музей имени карельской плакальщицы Ирины Федосовой в деревне Кузаранда. О маленькой бабушке с ведьмиными глазами писал Максим Горький. Его Ирина Федосова покорила, когда ездила с выступлениями по России во второй половине XIX века. Занежская девушка из многодетной крестьянской семьи с тяжелой судьбой и с хромотой, которая была у нее всю жизнь, сумела покорить сердца людей. Музей Занежского быта в местном доме досуга собирали по крупицам. Экспонаты приносили те, кто из деревни уезжал. Сейчас здесь живет около 40 человек. Сразу дом, если строили, вбивали такое кольцо в доме, где-то у печки, ближе к хозяйке, чтобы было. Ставили шест такой. И только на шест потом вешали эту люльку. Она должна была качаться. Хозяйка делает, занимается делами, и эту люльку покачивается. Библиотека-музей имени Федосовой в доме досуга станет одной из точек маршрута проекта «Ожившие легенды Занежья», который реализуется на средства гранта главы Карелии. Проект завершится в декабре этого года. Суть проекта заключается в том, что мы выбрали всем наиболее интересных маршрутов и точек на карте Занежья, которые могут в одном маршруте представить все самое интересное. На самом деле я очень рада, что та инициатива, которую мы задумали год назад, то, что она воплотилась и реализовалась. Потому что год назад мы видели здесь полуразрушенное здание, которое было закрыто. На ремонт здания ушло почти 500 тысяч рублей. Местная администрация платит за коммунальные счета, а люди здесь работают только на своем энтузиазме. Мы бесплатно работаем. Мы с 2011 года здесь работаем бесплатно. Но у нас по населению не позволяет ставку здесь держать. Даже полставки у нас маленькое население. Проблему со ставкой обещали решить. Тем более, если музей имени Федосова станет одной из точек притяжения для туристов. Мы прокладываем маршруты по Зонежью. Естественно, жемчужина нашего маршрута будет остров Кижа. И на основе этого мы уже будем развивать дальнейшие маршруты. Можно ли проехать туда на обычных автобусах, на обычных автомобилях. В принципе, да, дороги достаточно проездные. Не очень в хорошем состоянии, но тем не менее, проехать можно. И это немаловажно. Всего на пути к острову Кижа будет 6 точек. В деревне Шуньга туристов познакомят с историей Зонежской вышивки. В толвые экскурсионные маршруты будут связаны с историей рода Романовых. Здесь провела некоторое время царица Марфа Романова. Деревня Кузаранда будет связана с творчеством Ирины Федосовой и устными фольклорными традициями Зонежья. В космосе рожили два мастера Абрамова. На этой точке туристов познакомят с традициями крестьянской живописи. Исторические факты свидетельствуют, что исключительно кореалы жили в деревне Ламбус-Ручей, что приводится как овечий ручей. Здесь расскажут о ремесленниках, про овцеводство и обо всем, что связано с женским рукоделием. И последняя остановка перед островом Кижи – село Великая Губа, где до сих пор сохранены памятники зодчеству. Татьяна Калиева, Владислав Будников, служба новостей деревни Кузаранда, Медвежегорский район.